Здравствуйте! Вы смотрите программу в центре внимания. Амурская область уже который день живет в режиме чрезвычайной ситуации. Конечно, это бедствие, это все очень грустно, но радует в этом только одно. Все чаще в тех же социальных сетях я встречаю статусы. Приму семью, обеспечу жильем бесплатно. Конечно, лучшие наши человеческие качества проявляются именно в критической ситуации. Поэтому говорить сегодня о морально-этической стороне вопроса мы будем с еписком Благовещенским и Тынгинским Владыкой Лукьяном. Здравствуйте, Владыка! Здравствуйте! Владыка, я вот так по-современному отнеслась к этой ситуации. Я отметила для себя статусы в социальных сетях. А с чем вы сталкиваетесь каждый день? Что вы видите в людях? Какие качества? Мы сталкиваемся, во-первых, каждый день с тем, что с болью, с переживанием в огромнейшие проблемы, которые не бывало. Для многих это совершенно новое, совершенно непонятно, особенно для людей молодых, не стариков, кто еще никогда в жизни не испытывал подобных лишений и вот такой трагедии не видел. И, конечно, мы встречаемся с болью, мы встречаемся с огромным переживанием людей. И в эти дни, особенно вот эти дни, церковь как может утешает этих людей, помогает им выстоять душевно, сердечно, психологически, будем говорить так. И вот я считаю, что это первоочередная задача, потому что во многом все остальное делает очень продуманно, очень ярко наше правительство области, города и на местах администрации поселений. Владыка, ну вот не могу спросить, наверняка многие люди, которые приходят в церковь, задаются вопросом. Многие, кто оказались в такой печальной ситуации, потеряли жилье, они задают вопрос, за что, Господи? Вот как вы это объясняете? Это действительно так. Я, к своему большому сожалению, встретил просто потрясающее количество людей, которым хочется выдать это как наказание. Людей озлобленных, которые в силу зависти, в силу ревности или каких-то личных обед, они даже просто злорадствуют. Вот так им не надо. Вот их так Бог наказал. Хотя я считаю, что это совершенно неправильно. Нам очень трудно понять, что происходит, особенно на фоне не только вот постигшей бедствия нашей области, но и всего мира. Сегодня везде происходят катаклизмы, землетрясения, пожары, наводнения. И если всё говорит, что нас Бог наказал, это легко и просто. А может быть, это испытание. То есть испытание, в котором должны проявиться какие-то лучшие человеческие качества. Конечно, лучшие человеческие качества. И что люди где-то должны степениться от каких-то злых действий, пороков, страстей и прочее, задуматься о том, что в нашем мире всё шатко, что самое главное — это не богатство, это не накопление каких-то там множеств вещей и прочее, а что главное — это человеческая душа, лучшее — это человеческие отношения, что есть другие ценности, на которые мир должен обратить внимание. И вот эти стихии, они очень часто заставляют задуматься об этом и напоминают нам об этом. Но те люди, которые… Я знаю, что некоторые сектанты уже пользуются этим вот таким вот, таким бедствием, говорят, вот их Бог наказал для того, чтобы вот православная церковь за всё время всех бедствий никогда этого не произнесла, слово, как наказание. Только потому, что мы не знаем, что это. Мы можем это переживать как испытание, как постигшее бедствие, но мы не знаем, что задумал Бог и почему всё так получается. Потому что мы не одни-единственные, и это не первые моменты какие-то в жизни и в истории людей. Это бывает очень и очень часто. Может быть, природа сегодня напоминает нам о том, что остановитесь, хватит меня разрушать, иначе эти же ваши, так сказать, суперсовременные действия, которые направлены как бы на благополучие человека, могут повернуться совершенно в другую сторону, против человека, и многое-многое другое. Но церковь в эти дни никогда не произносит слово «наказание», потому что мы не можем забраться умом в тот высший разум, который управляет миром. Владыка, ну я тоже думаю, что речь наказания здесь не идёт, здесь скорее другое слово звучит, слово «помощь», да, потому что кто, как не мы, может вот так вот взяться всем миром, помочь тем, кому может быть тяжелее, чем нам, или также плохо? Я считаю, что в наше время, когда забываются такие идеальные проявления человеческого духа, как сострадание, любовь, вот настоящее, бескорыстное, то вот эти моменты помогают людям ещё и ещё раз задуматься о том, что есть что-то больше, более ценное в нашей жизни. И, конечно же, это к тому, чтобы это проявлять. Но я знаю, что ваши прихожане собираются регулярно и оказывают всевозможную помощь, которую только можно оказать. Вот скажите вообще, вы хотя бы пытались сосчитать, сколько этих людей? Мы не можем сосчитать, потому что я вам хочу сказать, вот я на сегодняшнее время с утра до позднего вечера, только мы над этими работаем, и мы настолько загружены, особенно наши приходы, на разных местах, особенно в крупных городах, собирается пожертвование, собирается благотворительная помощь в виде вещей, продуктов. Это уже всё направляется в разные пункты, где есть пострадавшие. Эвакуационные пункты, те самые, да, которые работают? Да, которые работают сегодня, которые мы знаем официально из источников средств информации, телевидения, или то, что мы знаем из источников информационных нашей администрации областной. И в эти дни особенно люди, православные люди, несут очень много вещей. Нам присылают денежку насчёт епархии именно для благотворительных целей. На сегодня мы и закупаем продукты, нужны необходимые вещи, особенно тёплые вещи для детей и стариков. Это в первую очередь, потому что это часть населения, она, наверное, самая ранимая и беспомощная. И вот в эти дни особенно мы, можно сказать, только этим и занимаемся. Конечно, мы совершаем богослужения. Для нас это самое основное, потому что мы верующие люди, мы знаем, что в руках Божьих всё. И поэтому, помолившись, мы начинаем, можно сказать, запрягаться в добрые дела. Это самое главное. Я знаю, Владыка, что кроме молитвы вы ещё совершали облёт с иконой Албазинской Божьей Матери. Да, действительно. Это традиции вообще нашей православной церкви в разные времена. Просто в старые добрые времена мы не имели таких технических возможностей, как и в 21 веке. Если бы мы сели на подводу с лошадьми, то мы бы не доехали, наверное, ни до одного пункта в течение дня. По просьбе нашей к губернатору, особенно когда направлялась благотворительная помощь в разные районы, потерпевшие вот такое бедствие, мы подсели на вертолёт. Это не было специально, как некоторые выдают, вот почему именно владыки с иконой выделили вертолёт. Конечно, это было не так. Вертолёт совершал такой благотворительный рейс, и мы подсели с иконой, совершали богослужения, молитвословия, на вертолёте молебен служили. И где мы останавливались в таких трудных местах, как в Константиновском районе, поярково, в Архаре, мы совершали молебны. Я делал обращение к людям. Очень много собиралось людей, которые хотели пообщаться, выразить какие-то свои наболевшие проблемы, и вот, естественно, переживания. Я общался, и со мной были со службой МЧС, представители администрации. Мне кажется, что очень достойно, честно и порядочно, и по-человечески, и служебно мы выполнили свой долг. Это не новое что-то для церкви и для нас, людей нашего Отечества. Точно так же поступали в еврейской автономной области, в Хабаровске. Также облетались со святынями, чудотворными иконами, свои земли, и, насколько уже известно, это возымело большую силу. И Бог дарует нам погоду. Кто-то скажет совпадение. Там еще как-то, но мы верим, что это по молитвам, особенно у нашей великой, дальновосточной святыни, как чудотворный образ Албазинской Божьей Матери. С этой иконой выходили в трудные годы 1900 года, когда напал на нас Китай, восстание боксеров, знаменитое. Исторический случай для нашего города, края, когда были заболевания разного рода холеры, выносили иконы, обносили по городу, и болезнь отходила, проблема как бы уходила прочь. Поэтому с такой верой, с надеждой на помощь Божию мы сделали такое дело. И я считаю, что очень правильно поступили. Владыка, у нас есть такая хорошая поговорка, «Да на Бога надейся, но сам не плашай». Поэтому я знаю, что даже настоятель прихода, допустим, в Новокеевском увале, он активно помогает всем, чем может, продуктами. Вообще есть такое какое-то распоряжение негласное? Нет, это не может быть негласным. Дело в том, что мы являем православную церковь, это большая-большая организация в пределах нашей Мурской области. Естественно, в первые дни, когда нас постигло бедствие, всем священникам, всем настоятелям прихода были разосланы циркуляры, как благословение, как напоминание правящего архиерея о том, что надо срочно продумать, сорганизоваться и оказывать помощь пострадавшим. Поэтому все приходы, это не только Новокеевский увал, но все приходы нашей области, наши Благовещенские епархии очень дружно откликнулись и начали помогать. Владыка, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Я надеюсь, что сегодня, может быть, в душе кого-то из тех, кто нас смотрел, стало светлее и лучшее. Я желаю всем благополучия и, конечно, хорошей погоды, душевной и метео. Помогай нам всем Бог. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был епископ Благовещенский и Тенгинский Владыка Локеан. Спасибо вам большое. Будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова